Добрый-добрый вечер, друзья дорогие! Здравствуйте! Уже вечер, и знаете, как это обычно бывает, после того, как вы днем поставили все основные галочки напротив достопримечательностей того или иного города, вы хотите просто чуть прогуляться, чуть пройтись, не осматривать достопримечательности, не подглядывать в путеводители, не слушать экскурсовода, а просто немножко погулять перед сном. Вот такая ситуация прямо сейчас у меня здесь, в Астрахани, и за моей спиной вы видите красавец астраханский Кремль. Здесь довольно оживленно сейчас, действительно много машин, Кремль хорош, красив, обязательно как-нибудь стоит его посмотреть изнутри. А вот то место, где я сейчас стою, это улица Адмиралтейская, вообще-то когда-то старится в Волге, то есть она была настолько широкой, что подступали ее воды практически к стенам самого Кремля. И если вы будете выбирать место, где хотите прогуляться по Астрахани вечерком, то я бы посоветовал вам вот так в двух шагах от Кремля остановить свой выбор на улице Никольской, друзья. Вот так сюда, хоп, повернули и пошли. И пошли, как пойдем сегодня с вами мы. Дело в том, что не так много мест в Астрахани, не так много улиц, по которым прогуляться приятно, если вы живете рядом с железнодорожным вокзалом, как живем мы. Да, польстились на то, что это гостиница Park Inn, наверное, одна из лучших в городе. Очень даже достойный завтрак, ужин, удобные кроватки и прочее, прочее. Единственное, что вокруг торговые центры, железная дорога и не самые опрятные тротуары. Места для прогулок откровенно отсутствуют. Поэтому стоит дойти, ну, это считанные километра, 2-2,5-3 сюда пешком, или доехать на такси. Какие-то совершенно сумасшедшие деньги стоят такси в Астрахани, друзья. То есть, ну, полгорода вы проезжаете за 100 рублей. Ну, вот так, на полном серьезе. Это, конечно, очень круто. Вообще не понимаю, с такими ценами на такси, зачем в России кому-то нужны вот эти железные непонятные автомобили. Так вот, если вы все-таки хотите погулять, то тогда выбирайте эту самую Никольскую, и вы действительно будете вознаграждены чудесными видами, отличной архитектурой и, главное, очень необычной для петербуржцев архитектурой. Ну, посмотрите. Вроде бы красного кирпича и у нас хватает, но посмотрите, как он здесь хорош. А как вам вот эти абсолютно очаровательные угловые балконы? Угловые длиннющие, которые вот так огибают, видите, здания со всех сторон? Я сейчас попробую перейти. Если честно, так непросто, конечно, ездят астраханцы, и бывает, что очень громко и как-то не очень интеллигентно. Так вот, смотрите, чудо какое. Дело в том, что эта самая Старица, ну, то есть широкое русло Волги, очень долго никто не застраивал, и только где-то с 18 века здесь начинаются более или менее постоянная сетка улиц и постройки. Так вот, в основном здесь век 19-й, вы видите, я, понятно, не специалист и не скажу вам про каждое здание, кто и когда его построил, но вот это уже модерн. Самый, что ни на есть, чудесный модерн конца 19-го, начала 20-го века. Вы видите, такие покатые крыши, чуть изогнутые на втором этаже, и тут уже совершенно, совершенно такой модерновый стиль, ну, очень даже. Вообще интересно рассматривать вроде бы такую архитектуру, да, купеческую архитектуру, так по московским меркам понятную, но тем не менее здесь, на юге России, в дельте Волги, она другая. Вот чудное здание, которое сегодня является театром кукол, вы видите. Я вот сюда иду, с улицы Фиолетова, тут чудный перекресток, вот там тоже несколько балконов этих самых, кованых, а может быть даже нет, не кованых, наверное, чугунных, да, литых, вот они там. Вот еще особнячок. Чуть в глубину не пойду, потому что у вас сложится не лучше. Лучше впечатлений об Астрахани нет, лучше останусь здесь, на центральных вот этих пешеходных, не то что в улицах, маршрутах, потому что здесь машинки тоже ездят, но понятно, что гулять пешком здесь одно удовольствие. Вот, там еще и герб Астраханского, ну, когда-то ханство, сегодня Астраханской области. Вот здесь сегодня находится речное училище, тоже постройка 19 века. Вот это 19 столетие, ну, если хотите, такой эклектичный доходный дом, да, своего времени. Но есть здесь, друзья, среди... Ах, какие балконы, вот наверху, посмотрите, ай-яй-яй-яй-яй. И главное, что они такими кронштейнами поддерживаются, может быть даже кажется, что это не очень безопасно, а нет, все здорово и классно. Так вот, есть среди архитекторов Астрахани наш с вами добрый друг, посмотрите. Ну, давайте так, буду принимать ставки ваши в комментариях в ближайшие 4 секунды. Кто может быть автором вот этой модерновой постройки конца 19-го, начала 20-го века? Как вариант, да, чуть подскажу, швед, который работал в Петербурге, который в Петербурге знают хорошо, он же чуть больше, чем 100 лет назад выстроит вот это здание Азотско-Донского банка. Друзья, это Фредерик Лидваль. Вы посмотрите, как он здесь хорош, опять же. Да, как первый этаж, насколько он суровый, такой строгий, потом вот этот чудный рус такой со штукатуркой и таким декоративным, декоративной плиткой, что ли, облицованным второй и третий облицованы. А мне всегда очень нравится, что здания, даже век назад построенные, используют по назначению и сегодня. Так вот, в этом самом Азовско-Донском банке, которого, конечно, уже не существует, сегодня отделение Центробанка Российской Федерации по Астраханской области. Вот такие пироги. Ну и продолжается эта самая Никольская набережная, конечно, на которую я вас сейчас приглашаю. Это, наверное, главный променад Астрахани. При всем том, что по улицам, да, есть где погулять, но так, знаете, ноги и тянут вас на берег. Все-таки нерукотворные достопримечательности того или иного города, они остаются в памяти. И Астрахань – это Волга, потому что Астрахань – это рыба. Астрахань – это Каспий. Тут до него рукой подать. Но, правда, между городом и Каспийским морем располагается еще и та самая Дельта Волги. Роскошная совершенно, где мы еще с вами обязательно побываем. Ну, а пока готовьтесь встречать закат здесь, на набережной. И если вот так по набережной чуть пройти от Никольска, если направо, то вы упретесь в истерике Кутум. Кутум впадает вот там в Волгу. Там из интересного, ну, наверное, дворец бракосочетания. Он очень там даже неплохой. Тоже модерновая постройка начала 20 века. А вот это очень пафосный и знаменитый ресторан «Каспий». Как раз с видом на Волжские берега. Вот там чуть-чуть в глубине то немногое, что осталось от Астраханского порта. Вы видите по портовым кранам автомобильный мост на другой берег реки. И вот она сама. Вот она, матушка. Вот они, Волжские просторы. Вот там солнышко потихонечку у нас закатывается, потому что вечер уже. И, знаете, здесь очень вкусно пахнет. Такой свежий аромат. Вечерний, приятный. Очень много рыбаков. Вот, заметьте. Причем, вон, да, рыбачат тут и девушки. И девочки. Абсолютно нормальная история. Рыбачат тут не только с берега, но и с катера. Ах, как хорошо идет по глади. Ну, красавец. Я когда по набережной сейчас шел, вот так посматривал из такого, знаете, традиционного рыбацкого любопытства, из некой рыбацкой зависти, что ли, что там в пакетиках у мужиков. А тут удобно. Вот такое впечатление, что набережную специально строили для того, чтобы рыбакам было удобно. Вот на этот шар как раз очень хорошо помещаются ручки. А от пакетика из пятерочки. И поэтому вы туда у лофта и складываете. Слушайте, ну у каждого по пол пакета. То есть, как бы кто ни говорил про то, что экология, да, может быть, и сегодня не лучшая здесь, в низовьях Волги. Но рыбалка-то отличная. Я уж не знаю, конечно, как там работают браконьеры, есть ли они сегодня, и что там с сетром, стерледзью и белугой. Да, это все, конечно, сегодня нужно покупать садковое и на том самом рыбном рынке. А вот так вечерком, да, в удовольствие выйти, да, закинуть просто поплавочную удочку сюда, в эти волшские воды. Ну, удовольствие же, друзья. Хотя, даже если удочку забыл дома, как я, то можно просто прогуляться. Ну, например, полюбоваться вот этими бесконечными памятниками, кое-каких хватает вообще на набережные. Вот это, привет, Антон Павлович, вы узнаете даму. И вот я очень надеюсь, что узнаете этого шпица. Дама с собачкой. Вашему вниманию. Если же пройти просто прямо, вот так, как идем с вами мы, то можно добраться и до Петровского парка, и до самого памятника Петру Алексеевичу Первому. Его любят в Астрахани. Он много что сделал для этого города. Собственно говоря, и вот эта ограда набережная, и, собственно говоря, этот гранит тоже в свое время уложены были петербургскими мастерами. Вот посмотрите, ничего не напоминает? Давайте спустимся, кстати. Вот похоже, похоже, да, есть что-то, петерцы. Но по обилию, конечно, воды, набережных Астрахани называют маленьким Петербургом, хотя, конечно, по некой философии города уж точно нет. И такие сравнения излишни. Вообще сложно какой-либо город сравнивать с Петербургом. Ну, и не нужно, наверное, это делать. Тем не менее, на вот эти берега, в Волжске, в Астрахань стоит приехать, друзья. В конце лета за арбузами, во все остальное время года за Воблой, той самой сушеной, для того, чтобы побывать на дельте Волги. В апреле месяце во второй половине, то есть как сейчас, начинают свисти тюльпаны в районе Баскунчака, вот те самые степные, дикие. А в августе лотосы, в той самой дельте, наш русский, юг русский, Каспий, Астрахань, его столица, добро пожаловать. В том числе еще и за такими закатами можно приехать, правда? Сегодня небольшая дымка, правда, и туман, а вот так обычно там очень красиво. Продолжение следует...